Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Может уже хватит, а? Слушай, я туда и обратно. А ты целый день туда-обратно, туда-обратно. Глубина-то приличная. Вот схвати сейчас окку. Глубки поймаешь и все. Не первый год замужем. Какой замужем, если бы у тебя был ночь? Ты бы этой ерундой не занимался. Ты последний баллон расходуешь, женщина. Слушай, а поехали в ресторан. Я тебя с друзьями познакомлю. Они все приличные люди. Не то, что я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Может она вышла на нашу волну где-то в другом месте? Татушек, как нарочно Нарочно? Что значит нарочно? Кому мешал Дронов? Успокоился он. Бред это все Нужно в патруль идти на катере Зачем патруль? Тепло сегодня Катеры повылезали в неположенных местах Кто со мной? Кто со мной? Командир не спрашивает и назначает Командир сам знает, как ему приказы отдавать Не хами майору, капитан Юля, извини Я на дежурство, Алабян со мной Командир не спрашивает и назначает Тепло, Алабян Тепло, Алабян Тепло, Алабян Тепло, Алабян Что же это за каменный мешок такой? Ты тоже считаешь, что он из-за меня погиб? Нет, не из-за тебя. Ты просто не дал нам шанса. Шанса? На что? Погибнуть вместе с ним или вместо него? Мы должны быть в равных условиях. А теперь получается, что мы спрятались за его спиной. Так это он отдал приказ вам остаться. Может быть, ты его тоже винишь? Его нет. Ладно, можешь меня винить, раз уж я жив остался. Только себя не вини, ты точно ни в чем не виноват. Откуда тебе знать? Что? Знаешь, кто это? Это Вазген. Дайверов катает без лицензии. Я его уже предупреждал. В последний раз предупредим. Я и в последний раз предупреждал. Игорь, ну разве так можно, чтобы все разом? А кто нам запретит? Вы чего придумали? Мы все должны подать рапорт о переводе. Куда? Куда угодно. Главное отсюда. Мне кажется, Валерий Аркадьевич, он бы этого не хотел. Знаешь, умирать тоже не хотел. Ну, ты же сама говорила. У нас здесь была семья, пока эти не приехали. И что началось? Отца твоего чуть не посадили. Ну, он ведь не из-за них. Папа, он вот с убийцей жил. Из-за кого убийцы стали ходить к нам на базу, как к себе домой? Акваланги травить, маски портить? Из-за веренной. Только погибнуть мог любой из нас. А дрон из-за кого погиб? Сын, а ты видишь, что он делает? Понятно, что вас всех не переведут. Он просто хочет, чтобы назначили другого командира. Как вариант. Мне тоже точно не нужен командир, который моего командира угробил. Ну, что ты несешь, а? Грек никого угробить не мог. Он всегда в огонь первым. И хоть меня там не было, я точно могу тебе сказать… Не было, вот и не говори. И вообще, это наше дело. Ты чего думаешь? Да я подумаю. Мне еще со что там надо поговорить? Поговори, подумай и реши, с кем ты. Привет, черным дайверам. Вазген, я тебя предупреждал. Ашот, ашпорпес, где ты видишь дайвера? Может, я здесь просто рыбу ловлю? Знаю я твою рыбу. Хорошие кроссовки. Не маловато. Ашот, как в тот раз ты мне сказал, с тех пор я ни разу маме клянусь. Это просто случай такой. Я брат отказаться, но не смог. Нельзя. И ни копейки не заработал. Какой ты щедрый благодетель. Девушку привез, может и бесплатно. У нее хотя бы допуск есть? Да у нее такой допуск, что вам даже не снился. У нее воздух там заканчивается. Она последний баллон забрала и не вылезает. Что ж ты за ней не нырнул? Без баллона, что ли? Да, без баллона. Ты мужчина или кто? Мужчина. А если бы лодку сперли, пока я буду нырять? Ашот, хватит болтать, погружаемся. Решу. 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 Подожди, подожди, смотри, смотри. Вот, сканистры взорвались. Ага. Вот, сканистры взорвались. Вот, там. Ну, отнесите туда, я еще здесь посмотрю. Ты направо, я налево. Каждые 15 минут всплываем. Принял. Это твой новый командир, да? Я слышал... Говорю, я слышал, что твоя двоюродная сестра замуж выходит за Гошу Давитяна. Сегодня родители знакомятся, да? А ты почему туда не пошел? Потому что я здесь с тобой вожусь. Пока твою девицу не достанем. Это не моя девица. Ты что, я себе не враг. Хотя она красивая. А давай ты его найдешь, я тебя с ней познакомлю. Если живой найдем. Официальный дилер. Над каждой своей мастерской сделал вывеску. Официальный дилер. А дилер чего? Дилер кого? Я не понимаю. Написал бы честно. О-о-о, помойка официальная. Зато у Давитяна эти автосервисы по всему городу. Вот именно. Весь город загонил. Папа. Да, я папа. Рузана, скажи своему отцу, чтобы шел в погреб за вином. Папа, мама попросила тебя сходить в погреб за вином. А зачем? Зачем мне мое вино? Я не понимаю. Они же все из себя такие европейцы. А европейцы в гости со своим вином ходят. Ой, Арам, скажи ему, что если он из себя весь такой армянин, то должен гостей встречать, как полагается. Ти-ти-ти. Слушай, братик Джанна, ну правда, ну что ты прицепился к этому мальчику? Гоша хороший парень. Вон как Рузанночку любит. Какая разница, какие дела у его отца? А ты не лезь. Ты, во-первых, не брат, а сестра. Во-вторых, младшая. Да-да-да-да-да. Эй, подожди, мама. Или тебе напомнить, как ты без разрешения отца за Арама выскочил, а? Нормально? Отца тогда чуть удар не хватило. Эх. Да-а-а, суров был старик, Аручев. Суров, но справедлив. Все, идут. Смотри, в руках у него, видишь, ящик. Там наверняка бутылок 10 вина. Здравствуйте. 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 Это вам. Держи. Вы думаете, это вино? Это не вино. А что это? Это сюрприз. Сюрприз, так, сюрприз. Люди, люди, кто-нибудь, помогите, я здесь. Дима, привет. Дима, привет. Извини, я тебя спросить хотела. Я тоже. А ты куда поступать собираешься? Как куда? На журфак, конечно. Да, это понятно. А где? В каком городе? А, ну, Краснодар. Чтоб к вам поближе. К кому к нам? К вам. Ко всем, Дима. А… У меня родители тут. Мама скоро как раз переезжает. Ну, и к отряду. А то про кого я репортаж-то свои буду делать, а? Да? А что такое? Да я просто подумал, ну, если я буду переводиться, то куда пристроиться? А почему переводиться? А, ну да, понятно. А ты что, хотела спросить? А, да. У тебя нет, случайно, телефона жены Валерия Аркадьевича? Да вы? Тебе зачем? Да я просто думала. Да понятно, о чем ты подумала. Ньюс, наверное, интервью хотел освоять. Мол, типа, Дронов не случайно погиб. Сенсация. Так больше лайков заработаешь. Дима, ты чего? Ну, и переводись, куда хочешь. Да ерунда это. Негде там прятаться. Да, в ущелье все обыскали. Получается, она в рацию вякнула и убежала. Но мы все равно продолжаем поиски, хотя... А куда она могла убежать? Там вовсю горело. Там люди. А наверху... А вы что здесь делаете? Вы кто? Юлия Аверина, майор. МЧС. Очень приятно. Но, знаете, вы все-таки идите отсюда. А вы, видимо, следователь, да? Ну так, есть немного. Ну, знаете, давайте-ка лучше вы, идите сюда. Желательно с перчатками и пакетами для вещдоков. Ты понял. Ну что, грека не было еще? Какого грека? А, командира твоего нет? Слушай, он правда грек? Совсем не похож. Когда выплывет, передай ему, что у меня по нулям. А? И вообще, времени много прошло, надо подмогу вызывать. Сам чего не вызовешь? Он же главный. Да не могла она где-то там, на берег выйти? Могла. Только куда она делась? Она даже без ботинка. Так бы она прокричала мне. Тоже верно. Значит, будем тело искать. Нет у нее шансов. Судя по запаху, эта тряпка была пропитана бензином. Эксперты разберутся. Тряпка стандартная, 20 на 20 микрофибра, продается на любой заправке. Думаю, ей заткнули канистру с бензином. Какую канистру? Ну, ту самую, которую вы нашли, без крышки. Полагаю, специально кто-то поставил ее рядом с горящей машиной, чтобы вызвать отложенный взрыв. Зачем? Можно было бросить спичку в бензобак. Можно. Если есть возможность к нему подобраться. Если я сцепь взорвать машину сразу, не боишься улететь с ней куда-нибудь. Что-то мудреное. Отложенный взрыв. Может быть, канистра лежала в сгоревшей машине багажной. Это же легко проверить. Выяснить, у владельца машины была у него такая канистра или не было. Я вот почему-то уверена, что у него такой не было. А почему вы так уверены, что это не случайность? Ну, во-первых, если на месте преступления обнаруживают тряпку с ароматом бензина. Это же наводит на мысли. Во-вторых, голос в рации, он же был. Его все слышали. Значит, кто-то все это подстроил. Подстроила? Голосы был женскими. Слушайте, а вы точно из МЧС? Салатика положу, мама. Спасибо, дорогая. Ох, ну какая удивительная ваза, а? Прямо наглядеться не могу. Да, очень красивая. Итальянский дизайн. А это, друзья мои, армянский дизайн. Специально для моего свата ханами традиционалиста спецзаказ из Гюмри. Позволь примерить. Примери, примери. Давай, давай. Давай, давай, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо, конечно. Но очень тронут. Из него будут быть. Я уже договорился. Ресторан закажем на 25 этаже. Кухня Средиземноморская. Пальчики облежать. Музыка. Подожди. Музыка, стоп. Это будет сюрприз. Подожди, я не понял. В смысле ресторан? Какой ресторан? Зачем ресторан, если есть двор? Вот здесь во дворе накроем столы под виноградной лозой. Если надо, задний дворик используем. Поставим столы. Музыку на всю улицу. Правильно, сынок. Точно. Музыку. И дудук. Дудук, конечно же. Бабушка, ну какой дудук. Пап, на дворе 21 век. Нам с Гоши вошить армянские танцы. Нет, ну, почему? Ой, что ты. Тоже весело. Очень вкусное вино у вас, уважаемый Карен Арутюнович. Конечно вкусное. Это вино наша семья давит уже 300 лет. Что сидите, молчите, все думают и обманывают. Да, 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 320 лет. Че, перестань. Традиции нужно уважать. Ну хватит уже. За традиции. Все, 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 за традиции. За традиции. Ага. Ладно. Ладно. Вино закончилось. Я пойду еще немножко нацелю. А вы сидите. Это процесс не быстрый. Вы сидите и кушайте. Иди, иди. Итальянский дизайн. Тьфу. Так. Твор мой не нравится, да? Твор мой не нравится, в ресторане свадьбы играть планируете? Мне не нравится Дудову. Что еще вам не нравится? Ашот, не ныряй больше. Здесь же Бермудский треугольник. Да как не нырять в Асген? Там командир мой. Где там его уже нет? Ты же его не нашел. Подай мне рацию. База, база. Говорит Алабян. Прошу подкрепление. Дура, дура, никто сюда не заглянет никогда. Да, хоть бы рыба какая заплыла. Или дельфин. А лучше дельфин, они орут громко. Обалдеть. Ты кто? Слышишь меня? Больно. И давит. У тебя кровь. Давит в грудь. Больно. Дышать. Черт, это же кессонка. Плечи. Здорово. Здорово. Дети. Подожди, Саидыч. Не суйся туда. Я попытался бестом. Я пришел Сашку поддержать. Ну и к этому пришел он. Ты приковылял. Ходишь еле-еле. Черт, я хожу еле-еле. На, смотри. Пожалуйста. Дай. Я ведь не собираюсь на вызов ехать. Так посижу, в командира поиграю. Равняюсь смирно, отставить. Равняюсь смирно, отставить. Молодец, молодец. Ребят, там офшор подкрепление просит. Грек нырнул, под водой девушку искать пропал. Сорок минут нет. Как ты пропал? Точку добавить. Сейчас кину. Подожди. Ты-то куда? Я сам. Сашка там тонет, а я на базе буду сидеть. Я не эти. Чем ты там поможешь? В воду я тебе все равно не пущу. Ты меня отдаешься. Успокойся, командир. Спасатели, отдыхайте, а у нас вызов. Он из их отряда, не из нашего. А шо-то справится. Свидетелей мы опросили. Они тоже никакой женщины не видели. А вот это мы нашли на месте аварии. Знакомы? Ну да, мы именно такими и пользуемся. Но из наших женщин сюда вчера точно никто не выезжал. Выяснили. Я, пожалуй, прокачусь к вам на базу. Ну, пообщаюсь с женщинами, с мужчинами. И отпечатки возьму. Меня подбросите? Я на такси приехал. Прошу. Я сама. Ай, Тамарочка. Тамара, Тамара. Ой, красавица наша. Красавица. Давай, иди ручки мой, скорей за стол. Тамара, пойдем со мной. Это подружка невесты. А не с Рузаной с первого класса не разлей вода. Эль, Шотик когда придет? Мы же Тамарочку специально позвали. Ну, что ты меня спрашиваешь? На службе ребенок. Обещают, что зайдет. Ну, какое? Ему не до этого сейчас вообще. Что? Кристина, может, ты не человек, а русалка, а я царствие морском. Ага. Ток хвост где-то посеял. Раз ты не русалка, что под этими скалами делаешь? Может, и скала чего? Ты чего? Эй! Ах, фу. В больницу тебе надо на самом деле. Побился ты весь. А в скалу приложился. Тоже мне спасатель. Что ж ты стегуна-то не вильнул? Ты скажи спасибо, что не вильнул. Сидела бы тут сейчас одна. Спасибо. Ага. Открыт, открыт, Алабян. Алабян, ответь. Алло. Так, я не понял, что со мной говорит? Майор Петров на связи. Эй. Я Вазген Газарян. А счет сейчас снизу, то есть под водой. Я сверху в лодке. Япро. Слушай меня. Когда поднимется, скажи ему, чтобы шел ко мне. Я на берегу его жду. В лучшем виду передам. Так точно. Я щель нашел. Узкая фанта. Камень мне найти такой удобный, чтобы лопа помещался. Я попробую пробить дальше. Есть. На, держи. А пока мне рассказывай, что ты тут под водой искал. Сережку потеряла? Очень важная сережка. До завтра надо найти. Сережка. Сережку, говоришь? Какого сережку? У тебя же уши не проколоты. А ты наблюдательный. А может ты никакой не спасатель? А мент? Ашов. Нашел? Нет. Но я еще не все обыскал. Зачем меня позвали? Ты на барометр смотришь иногда. Выходи. Кислород менять будем. Аша. Да. Карен. Выходи. Ну что ты будешь с ним делать, а? Упрямый, как наш отец. Или как мой сыночек младенький. А старший где? А старший на службе, дорогая моя. Он теперь только на вызове спешит, бежит. А если все хорошо, можно и опоздать. Но я надеюсь, скоро придет. Карен! Ну не позорь меня, выходи! А ну, дорогая, ну оставьте человека в покое. Ну с характером он остынет. Слушай, спасатель, а у тебя пилки нет с собой? Для ногтей? Чего? Подцепить надо. Пойдет? Ты где взял его? Эту сережку ты искала, да? А застежка от нее где? Где-где? В трупе жертвы. Оперуполномоченная Сергеева. Понятно. Почему тебе Плазген отказать не смог? На, иди ковыли. Я пока посижу тут. Нельзя, понимаешь? Это ж улика. Мы его почти на трупе поймали. В ста метрах. А орудия нет. Сволочь. Выкинуть успел. Оно ж такое приметное. Его многие видели. В общем, если я до завтра его не принесу, его выпустят. Да. Значит, выверемся. Ты же подтвердишь, что нашел нож под водой? Подтвержу. Есть. Есть. А вы один приехали? Рохоров на берегу. У машины ждет. А наши? Ваши. Ваши чаи гоняют. Значит, вы утверждаете, что если бы капитан Грек вас не остановил... Я не утверждаю. Я предполагаю. Насколько я знаю, предположение к делу подшить нельзя. Давайте я буду решать, что подшивать. Прошу прощения. Вызов в нас поступил. От скорой помощи. Сидите. Извините, служба. А что, обязательно вам уходить? Я бы вот лучше молодых отпустил. Вы же слышали сами. Вызов от скорой, а я старший по званию. И опыта у меня больше. Игорь, можно я с тобой? Останься, Соня. Поговори со следователем. Продолжаем разговор. Эй! Я сел валаш! Эй! Эй, спасатель! Не отключайся, я сама тебя не вытяну. Я позвоню в МЧС. Слышишь меня? Я вернусь за тобой, слышишь? Пожалуйста, потерпи. Я вернусь. Я найду выход и вернусь за тобой. Нашел! Нашел, нашел тегун. Не знаю, куда ведет. Селище людское, просвета нет. Но тегун очень сильный. Я не еле выкарапазал. Если тегун идет под скалы, наверняка, Грек там застрял. Сейчас еще раз попробую. Если застрял, попытаюсь вытащить. Ну вот, слушай, я худею. А вот хамить не обязательно, а что? Пожалуйста, это же мой командир. Так, отставить. Ты не знаешь, где сеть. Будешь полчаса только искать. Давай на кадр забирайся, кидай мне трос. Если три раза дерну, значит поднимаюсь. Понял? Принял. Здравствуйте. Сюда, в комнату, проходите. Проходите, проходите. Вот. Здрасте. Добрый день. Добрый день. А это что ж такое-то? Это Тихон, знакомьтесь. Очень приятно. Тихон любит, когда все красиво. Да их снять надо. Он две недели ходит в них. У него уже кровоток нарушен и отек. И ступни посинели. А как же? Тринадцатые сутки. Изменение цвета нижних конечностей. Они цельные, что ли? Ну как туда ноги в деле вообще? Не цельные, нет. Они вон с той стороны друг в друга вставляются. А обратно не вынимаются. Потому что химический процесс называется окисление. Заржавели, я вижу. Но он же мылся в них. Тактическая ошибка в ходе эксперимента. На время водных процедур надо производить снятие металлических растяжителей. Эксперимент. Попробую разрезать. А и попробуйте. Остальные пускай сами ко мне. Кстати, этот ваш Касацкий уверяет, что Дронов погиб из-за нового командира Грека. Ну разумеется. Касацкий думал, что Дронов его поставил вместо себя. А Дронов Грека рекомендовал. Вот как? Угу. А это Софья Кружко. Между ними что-то есть? Зоркий глаз у вас. Да, они встречаются. Жаль, что вы тот голос не слышали по рации. А вы что, думаете, что это она? Да нет. А вообще, вы знаете, у нас же есть видеорегистратор. Он и звук пишет. А вот это мысль. Браво, Юлия Владимировна. Так где машина? С незапамятных времен местные жители верили, что в эти пещеры заплывают сирены из моря. А еще здесь водятся летучие мыши, которые принимают человеческий облик и заманивают путников с... Здрасте. Добрый день. Ну чего ты тут сидишь? Давай иду и домой. Так, удавил же. Я же во всем виноват. Алабяна Прухоров, прием. Алабяна, связи. Там у вас рядом пещера, из нее девушка вышла. Говорит, в глубине спасатель остался. Ему помощь нужна. Я понял. Знаю эти пещеры. Все, бегу туда. Это она? Живая? Живая. Принял. Сейчас майор поднимется, и мы вас догоним. Ответил? Да, поднимается. Да потерпите вы немного. Мне же надо ножницами подлезть. Не надо! Налицо факт сращивания растяжителей с кожным покровом нижних конечностей. Налицо, налицо. Вы планируете так всю жизнь ходить? Нет, ну ходить-то это уже вряд ли. Матвей Михайлович. Могу и не ходить. Мне для научной работы нужны руки и голова, а не ноги. Для научной работы. Его можно что-нибудь вколоть? Вколол уже. Противотечное и обезболивающее. Но сами видите, толку от этого нет. Понятно. Ладно. Будем искать другие пути. Я вас на кухне пошурую. Не провожайте. Точно здесь? Ну, мне кажется, что где-то здесь я повернула направо. Пожалуйста, только не ошибитесь. С кислонкой. Время не вобретаться. Да, точно, точно здесь. Улег-то тут. Так, мне надо срочно туда. Так. Кристина, вам сейчас придется трос подержать. Угу. Ну, что ты. Потерпи, потерпи, Саня. Сейчас мы тебе, как кислородный актрисик, устроим. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Кристина. Помощницы вы наши. Давайте по ногу. Кость, Кость! Вы там? Да здесь, мы здесь. Как грех? Не очень. Понял тебя. Что делаем? Сейчас я его отвяжу и буду пытаскивать. Давай, потерпи, чуть-чуть осталось. Принимай, готовый. Конечно, ты молодец, Валерий Аркадьевич. Мне до тебя далеко. Да ладно. Береги ребят моих. Слушайте, меня уже кто-нибудь спасет? Не понял, это кто? Здесь дым повсюду. Нечем дышать. Никто не приходит. Там больше никого не было. Это не Соник голос. Точно. Да, точно. Я карту заберу, верну потом. Вы что-то поняли? Да. По-моему, это записан голос. Но будем проверять. То есть кто-то заранее записал этот крик и просто поднес его к рации? Спасибо, Юлия Ваниловна. Вы нам очень помогли. Спасибо. Держите. Народное средство. Мама моя так делала. Мокайте в соду. И натирайте кольца у стыков. Прям хорошенько трите. Ну, а что, в принципе, да. Ржавчина это дело не любит. Вы, конечно, простите за неделикатный вопрос. В чем смысл эксперимента был? Тихон вытягивает ноги. Не протягивает пока, а вытягивает. Ну, а что, вон в Азиях, в Африках, носят же женщины на шеях кольца и шеи вытягиваются. За много лет, конечно. Ну, какие наши годы, да, Тихон? Брит какой-то. Ну, не знал он, что с ногами так не выйдет. А зачем вам такие длинные ноги? Вы топ-моделью хотите стать? Да вы не понимаете! Тихо, тихо, тихо. Я пытаюсь доказать, что человек может менять собственное тело как угодно, трансформируя его на свое усмотрение. Особенно если этот человек хирург. Он может тебя так трансформировать, мама родная не узнает. Ничего. Первопроходцы во все времена подвергались унижению. Посмотрим, как вы будете смеяться, когда выйдет моя книга. Смотрите-ка, кажется, пошло. Сейчас. Есть. Ура! Свидание с хирургом откладывается. Скажи спасибо капитану и его маме. Вылезешь? Убью! А ну ж, до плюньки уже! Идем с нами танцевать! Эля, вот скажи мне, пожалуйста, какой черт меня дернул выйти замуж на твоего брата? А ведь за мной Толя Маркин ухаживала. Знаешь, сколько у него сейчас денег? И где сейчас твой Толя, знаешь? Где? Год уже как в тюрьме сидит. Посадили. Посадили. Ну и что? Тот в тюрьме, этот в погребе. Какая разница? Ашути, ты спасатель или нет? Давай скорее сюда. Спасай родную тетку. Спасай нас всех от своей тетки. Иди. Тетя Ануш, я командира в больницу везу. Ну что я там сделаю? Буду дядю на Аркане из погреба тащить. Он ведь выживет? А куда он денется? Ему не впервой. Да может он просто напился. Ну молодое вино, оно такое. Все, тетя Ануш, не могу. Молодое вино? Да. Смотри, если просто напился, то это ерунда. А вот если он надышался парами... Об этом я не подумал. Бери катер и дуй. Мы тут сами справимся. Бери мою сумку, там кислород есть. Он может пригодиться. Мы вам сообщим, Пассаж. Спасибо. Удачи! А я думал, вы из органов ушли, товарищ майор. А я не думала, Касацкий, что ты грека захочешь посадить. Лишь бы вкомандироваться. Кто ж такого посадит? Его вытащили из-под воды? Что? Вытащили. Откуда вытащили, Владимир Александрович? Не волнуйся, их живой. В управление везут, в барокамеру. Ну, слава богу. Дай сюда. Ашот, знакомься. Это Тамара. Дядя Карен вышел. А мы уже плюнули. Давай, идем, я тебя покормлю. Привет, дорога. Пап, принеси болгарьку из мастерской. Ашот, милый, что такое? А ты куда? Дядь Карен! Вино же, господи! Скорую вызывайте. КОНЕЦ Принимай огромный твой. Голубы нет? Бери ноги. Давай, Саня. Саня. Все, спасибо. Дальше ОСА. Доктор, можно, если мы останутся? Должен же кто-то быть с ним. Ну, кто-то должен. Этим кем-то буду я. Спасибо. Я все-таки доктор. Ну, а я кто по вашему? Кость, Кость, пойдем. Каждый свое дело делает. Сообщить о результатах. Конечно. Каренчик, я не буду больше тебя ругать. Пожалуйста, только не умирай. Очнись, Каренчик. Братик, ну, братик, ну что ты, ну что? Ну, пап, ну сыграем мы свадьбу во дворе, как ты хотел, папа. Парки засыпал. Ну вот, он живой. Хорошо. Выстарание, так выстарание. Картошкой? Обалдеть. Дим, ты бы додумался. Я никогда. Ну, я все-таки в этой профессии человек не случайный. И надеюсь, не за это мне орден давать будут. Моя мама лимонной кислотой ржавчину терла. Игорь, а твои родители, они здесь? Нет, они в Нижнем. О, класс. Я не была. А ты ездишь туда? Зачем? Я там достаточно пожил. Дим, ты подумал насчет заявления? Думаю. Ну-ну. В себя пришел, стабилизируется потихоньку. На днях переведем в больницу. Но посетителям туда нельзя. А, ну, это правильно, разумеется. Но я-то не посетитель. Ну, а кто же вы? Я кто? Жена. Я, знаете, не для того замуж выходила, чтобы теперь. Ночевать одной. Я слыхал, барокамера для беременных полезна. Это если у них проблемы, Валда. А у нас нет проблемы. Ты хоть по врачам ходила, проверилась. А ты? А я тут лежу. А работать кто будет? Если б к нам обратно в отряд, А эти меня ненавидят. Неправда. Ты им нужен. Им нужен командир. Да Касацкий меня легко заменит. Возьму и откажусь. Ну, перестань. Они считают, что я Дронова убил. Нет. Не ты. Донбасс. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почти готов Все рекорды по снегу бьем А ты что хотел? Даже в Краснодаре зимой снега по колено было Так а смысл вам туда переезжать? Там по колено, тут по колено Ага Тут по горло Димка, это он завидует нам Кто тебе мешал тоже подать на перевод в управление? Уехал бы завтра с нами в Краснодар Да нужен мне ваш Краснодар Завидую, завидую Только не этому Уберуйте! Лавни нас! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Ну и что? Где здесь так называемые злоумышленники-бандиты? Да, вроде никто не кричит и не стучит. Ну давай сами покричим, может кто откликнется? Нет, Николай, давайте мы с вами кричать не будем. Вдруг бандиты труханут, еще бахнут нам в кого-нибудь. Семечкин, ты бы поменьше телевизор смотрел. Я, Николай, телевизоры не смотрю. Я их только ворую. Слушайте, давайте просто вот как-нибудь аккуратно вот здесь пройдемся, все послушаем, вдруг что-то подозрительное будет. Ну прям шпионские страсти какие-то. Нам одной Юли не хватает. Я здесь! Тут есть кто-нибудь? Ой, да, я здесь! Ты здесь? Я здесь! Ты здесь одна? Ну одна, конечно, меня забили. Я тут стучала, отмечала. Давай, болгарка. Сейчас, сейчас. Сейчас мы тебя откроем. Там внизу что-то твердое. Ну так доставай скорей. Пузырь, ты можешь заткнуться? Не хами ему. Ну, елки-палки. Так и знал, что все время коту под хвост. Ты что, сейчас поприкалываться решил? Ага. Ящик придавил. Орет-то как. Пузырь, ты мой сладкий. Ну, хоть кого-то спасли. Соня, отнеси его туда, где снегоходы стоят. Остальные по местам. Зондируем дальше. Черт, ну почему именно аптечка должна была пропасть? Ну так объясни уже. Почему я слабак? Холодильник вон поднял. Руки у тебя сильные. А чувства слабые. Какие чувства? К тебе? Например. Не захотел с Димкой потягаться за меня? Сразу лапки вверх. Не надо, так не надо. А как я должен был тягаться? Ты же написала, что сделала выбор. Я должен его уважать. Ладно, я уважаю. Когда это я тебя писала? Нашла, умничка. Давай сюда. Борь, где я писала такое? Сообщение прислала на телефон. Димочка, ты как? Болит. Бинта, считай, нет. Это я, дурак, весело извел, когда ногу поранил. Где болит? Где? Это тебя холодильником пришибло. Ничего. Держись, старик. Буду надеяться, что внутри все цело. Главное, я спокойно лежу. Лен, ты что делаешь? Лен, ну что ты устроила? Хватит. Все равно через такое окно не вылезешь. Я эту палку наверх просуну. Она будет в снегу торчать и нас найдут. Нас ищут наверняка. Конечно, ищут. Только швабра слишком короткая. Ничего, я ее повыше. Да что ж, вынимай осторожно. Сейчас, погоди. И бинта нет. Дим, потерпи. Я дам ему обезболивающее. Ух ты, господи, нормальные люди под лавинами умирают от удушья или от холода еще. А у нас вот какое-то кровавое побоище. Есть. Отлично. Спасибо, спасибо, я побежала. Ой, а вы не просто так. Вы спасатели, да? Конечно, мы спасатели. Мы специально приехали тебя из беды выручать. Здорово, а пойдемте со мной, пожалуйста. Куда пойдем? Полицию надо сюда вызывать. Зачем полицию? Ну как зачем? Это незаконно. Людей в гараже запирать. Ты меня брат запер, Вадик, чтобы я ему не помешала. Пойдемте скорее. Так, куда пойдем? Что он собрался делать? Он котику хочет испытывать, а я ему не давала. Так может, котик сам не против? Я против? А ты же и мой кот тоже. Пойдемте скорее. Ну все ясно. Поехали, машина. Слушай, только не ясно, как они кота хотят испытывать. На прочность, что ли? Да не кота. Они с Токой изобрели какой-то реактивный парамобиль с баллоном. А котика у них пилот. Поехали скорее. Пилот хорошо, а вот баллон намного хуже. Нет-нет-нет, дорогая, сегодня я за рулем. Все, дальше склон пошел. Может, она все-таки вниз улетела? Не факт, может, просто слишком много снега. Что ты говоришь? Надо шурфы копать, а из них уже прокалывать. Может, тогда и достанем. Вот. Так сразу надо было. А давайте сейчас пообсуждаем, как надо было, как не надо было. Копаем шурфы на расстоянии пяти метров. Поперек склона. Вы двое там, мы с Соней тут. Открывай рот. Аккуратно глотай. Вот. Сейчас полегчает. Зима. Зимочка, ты что сделал? Что ты ему дал? Мышьяк дал. Решил вот за тебя с ним потягаться и отравил. Шучу, Лен. Куда мне? Я же слабак. Просто поперкнулся водой. А в его состоянии даже от кашля отрубиться может. Ленка, нет. Не ложись. Давай, давай, поднимайся. Ты почему? Мы выдыхаем углекислый газ. Он тяжелее воздуха. Внизу его больше. На холодильник сядь хотя бы. А Димка как же? А Димку лучше не трогать. Мы же не знаем, какие травмы у него. Сколько же нам таких надо еще выкопать? Как пойдет. Как пойдет? Отличный ответ. Это, говорит, наш самый опытный лавинщик. Не побоюсь этого слова, командир. Ребята, мне кажется, что-то нашла. Это трос от громоотвода на крыше бытовки. Молодец, Соня. Так, все копаем вокруг. О, ну вот и очнулся. Димка. Димка. Уже не так больно? Вроде получше. Лен, тебе плохо? Нет. Дошновато. Это да. А что ты говорил про сообщение? Ну, то от меня. Боря, прости, я выбираю Диму. Надеюсь, ты примешь мое решение достойно, и мы никогда не будем его обсуждать. Я, как видишь, принял вполне достойно. Более чем. Только я этого не писала. Да ну. И Диму не выбирала? Так ты же сам. Ты тогда уезжал на переподготовку и написал мне, чтобы я не вымучилась. И пожелал мне с Димой счастья. Какой я, оказывается, великодушный человек. Вон туда, по мосту. Там у них дорожка вдоль реки. Они по ней запустят эту штуку. Может, сначала без него? Какой сначала? Это же одноразовая модель. И котика тоже одноразовая. Да что ему будет в клетке-то? Зато прославится. Собак тоже в космос первыми запускали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима, друг, кончай прикидываться. Ты ничего не хочешь нам рассказать? Слушайте, вам не кажется, сейчас не лучшее время для всех этих объяснений? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, и не лучшее. Но другого, похоже, не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ну, Ленка, не вешай нос. Дима, говори. Ладно, хорошо. Это я написал. Еще было свои телефоны раскидывать, где попало. Еще пароли, как у детей. Мы же не думали, что ты у нас такой талантливый. Я тоже не думал, что вы на такое поведетесь. Пошутить хотел. Но это же свинство. Это подло. Она с обоих динамит не свинство. Просто помог сделать тебе выбор. Вот и все. Только надо теперь из себя строить. Она тебя не слышит. Ну, вот и конец. Есть! Нашел! Вот она! Ура! Погоди, Соня. С живым достанем, будет ура! Копаем! Копаем, копаем. Копаем! Лавина! Уходим. Уходим, уходим. Ребят, бегите, я тут сам. Да какой сам? Уходим тебе сказать! Давай вперед! Соня! Соня, сошла! Теперь точно конец. Да я сам хотел его вытащить, а тут они. Не, не, сотрудники МЧС. Я бы кое-что не бросил. Ага. И сам взорвался, да? Ну и взорвался! Бой! Так, юные исследователи, слушай меня внимательно. Все это, конечно, хорошо. Научные открытия – это прекрасно. Только вот жестокое обращение с животными и незаконное лишение человека свободы – это все статья. И не в журнале «Наука и жизнь», а в Уголовном кодексе. Ясного? Да понятно. А мы к вам все в машину поместимся? Все поместимся. Только сначала вам небольшой приз от МЧС. Зачем? На бульки собирай. Зачем? Молодец. Тебе бы экологом быть, а не инженером. Ой. Мама, я бы пошел за мусором. Я тоже. Вадим, стоять! Так, Витя, нам, по-моему, пора. Точно. Спасибо вам большое. Ну вот ищи свищи. Надо было не остаться. Я бы откопался. Бипер дай. Ты чей сигнал хочешь поймать? Твой! Уже нашла. Вот здесь. Все, все, все. Спасибо. Ну ты голова, Сань. Когда успела и трос привязать, и бипер засунуть? Так, две секунды. Молодец, молодец. Давайте, копайте дальше. Спай. Тут окно. Да осторожней ты, под ним люди могут быть. Видно там кого-нибудь? Эй, люди! Мы здесь. Решетку надо вынуть. Давай болгарку. Потерпите, сейчас мы нас вытащим. Состоянием людей не хочешь поинтересоваться? Вас там трое. Травмы есть? Полный набор. У Димки голова разбита. Ребра, кажется, сломаны. А что с ней? В обморок. Лен. Лен, давай, открывай глаза. Вы ее сильно не трясите. Я сейчас спущусь, помогу. Вы сами-то как, целы? Сам-то яблокцом. Вы бы лучше в сторону отошли. Сейчас мы тут пилить будем. И Федор, тебя это тоже касается. Есть. Субтитры сделал DimaTorzok Димку тоже достали. Да отпускай уже, что ты в них вцепился? Может, я боюсь, что ты меня тут бросишь? А я с дешком прикопаю. Давай. Еще. Все, и раз. Юля, аккуратней с проводом. Да, да. Если что, то телевизор я подключил. Ну, бомбы здесь нет. Очень смешно. Только бомбы нам тут не хватает. Это точно. Слушай, Вить, а я тебя спросить хотела. Что это за история с этим видео, ну, из-за которого Игорь так на тебя разлился? Дурацкая история. Нефедов нашел в сети, как Касацкий в театральный поступает. Зря я тогда это все представление устроил. Слушай, она у тебя сохранилась. Можешь мне прислать? Я не покажу никому, честно. Вить. А Грек? Даже Греку не покажу. Хотя, скорее всего, он его уже видел. Молодцы. На пять сработали. Ага, спасибо. Ты тоже молодец. И ты, пузырь. Молодец. Ладно, поехали. Ну, поминьтесь, надо успеть. Ну, в сознание пришел уже, отлично. Так, значит, у него два ребра, как минимум. Ну, и внутреннего кровотечения, судя по всему, нет. Все. Ага, разберемся, там скорая внизу ждет. Кстати, вы куда его, в четырнадцатую? Ну, да. Слушай, мне тоже туда надо. Возьмете с собой? Да, давай, но только в следующую сядешь. Отлично. Басику у меня потом заберешь. Тебе, наверное, с Димой надо поехать? Наверное. Я уже сама не пойму, что мне надо. Это за тебя никто не решит. Да уж. Больше за меня решать никто не будет. Мне можно с ним? Лена, не надо. Ты давай лучше вещи собирай. И поезжай однозначно в Краснодар. Ну, а меня как подлатают. Посмотрим, Дима. Чего смотреть? Нас в управлении ждут. Надо валить отсюда. Подальше от гор, лавин и дураков. Правильно, Дима. С дураками тебя не по пути. Здоравливай. Лен. Лен, ну а ты что? Лен, поедешь завтра? Нет. Я тоже дура. Останусь тут. Да! Лен, ну а ты что? Говорят, у него жена совсем молодая. Ужасно. Слушай, Зоя. Может, ты не пойдешь, а? Сама расстроишься. Милкого расстроишь. Сереж, ну как я не пойду? Я же его знала. Ну, это неправильно. Да просто я не хочу, чтобы ты смотрела на Варю и... Представляла себя на ее месте. Я и так каждый день это представляю. Не волнуйся. А ты просто не думай об этом. Как можно об этом не думать? Так, ладно, все. Идем? Я все готов. Да. Трость возьми. Э, нет, нет. Никакой трости. Ну, что за новости? Мне-то не придется много ходить. Ну, пока мы до туда дойдем. Чем она тебе мешает? Солидности придает. Бери. Меня от этой солидности уже тошнит. Да пойми ты, ребята и так в упадке духа. Один командир погиб, другой в больнице. Третий на костылях придет. С тростью. С тростью. Ну, а если ты будешь при каждом шаге корчиться от боли, это приободрит твоих ребят? А с чего? Я не буду ее корчиться. Давай без разговоров. Валечка, я к вам. Опять кого-то мне привезли, Иннокентий? Валечка не привез, а привел. Суперского медика. Он, собственно, и горел, и тонул. И, в общем, он работал в Красном Кресте. Ну, вы сами понимаете. Ого. И где вы такого нашли? Да он нам помог очень сильно недавно. Совершенно случайно оказалась там на дороге, где авария была. Да, знаю. Соболезную вам. Так это вы оказывали помощь девочке из грузовика. А откуда вы знаете? А она у вас? А как? Все хорошо, идет на поправку. Хотя, если бы не вы, все могло быть гораздо хуже. Ну, знаете, как это бывает? Везут лишь бы привезти. А там уже сделать ничего нельзя. Бьешься, бьешься. Спасибо. Так приятно видеть неравнодушного врача и... Такого красивого. Вы не подумайте, я это говорю не за тем, чтобы вы меня на работу взяли и... Угу, угу. Ну, собственно, вот я о чем. Возьмете к себе парня? Ну... Вы прогадаете, да? А правда, а как вы узнали, что это я девочке помогал? Ну, мне один пациент рассказал. Угу. Ну, я сейчас... Куда? Александр Викторович? Вот, Леня, наш-то пострел, а? Ну, я сейчас самую. О, ребят, привет. Про этого доктора я вам говорил. Знаете что? Если вам недорого, ваше здоровье. А если недорого, вы меня отпустите? Нет. Кеша, забери ты меня. Мне на поминки надо. Валюш, ну уж так не свирепствуйте. Ты все-таки командир отряда, и ну ему нужно там быть. Ну, мы его на такси отвезем. Туда, обратно, быстренько. Ну, мы на пожар же едем, в конце концов. Да у вас вечный какой-нибудь пожар. А с нами вот Леня поедет. Он за ним и посмотрит. Леня, ты же поедешь помянуть майора? Ваш майор отличным спасателем был. Валентина, ну, с вашим пациентом два медика будут рядом. Ну, доверитесь нам. Ну, как не растопить ваше сердце? Не два, а три. Три. Вы еще нашего Прохора унивили. Спасибо, мне вас достаточно. Ладно, забирайте. Есть. Под вашу ответственность? Да. Спасибо. 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 Саня, ты как? Может, тебе таблетку принести? Нормально все. Вы обо мне печетесь больше, чем моя мама. Угу. Мы за тебя перед Валентиной в ответе. Да уж, ты не посрами Леню перед Валюшкой-то. А может, это любовь с первого взгляда, а? Ну, что, друзья, давайте уже за стол присаживаемся. Вы держитесь. Я еще подойду. Я прошу. Вот зараза. Докопалась до нее. Кто докопался? Да Машка. Интервью с несчастной вдовой. Не стыдно ей такого материала? Ой, в салфетке же в машине. Сейчас. В больнице у капитана Грека сегодня был. Он, кстати, уверен, что никто из отряда не мог убить майора. Ну, разумеется. Это теперь его отряд. И он за них будет стоять с горой. Даже за этого Касацкого? Ну, он сегодня вполне спокойный, видите? Может, у него биполярка? Нет, скорее подвижная эмоциональная система и обостроенная самолюбие. Вы знаете, один наш сотрудник, Витя Семечкин, нашел про Касацкого в интернете видео. Угу. Как тут поступает в социальное училище. Так вот, Касацкий ему за это отомстил. Хотя на видео ничего такого не было. Как отомстил? Стал встречаться с девушкой, которой нравился Витя. Угу. Да, я понимаю, это не преступление. Но однако... На звоночек. Ребята, ну идите уже за стол. Хватит бегать. Давайте помянем Валиру. Спасибо вам большое за теплые слова. Не знаю, может ли он нас сейчас слышать, но... Знаю, что для него это было бы очень важно. Валера был очень светлый человек. Мы с ним хотели уехать, но он на самом деле не хотел только из-за меня. Он бы скучал по вам, по всем. А я скучаю по нему. Земля пухом, Валера. А теперь я бы хотел, чтобы мы посмотрели видео. Маша специально сделала ролик в память о нашем Валерии Аркадьевиче. Маша специально ездила к аварии. И они отобрали фотографии специально для этого вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Маша. Да, спасибо. Может, кто-нибудь еще хочет сказать? Я скажу, с вашего позволения. Мы с Валерой очень давно вместе. В одном отряде. В одном подразделении. Что? Что? Вода под столом. Где многие поднять? Уперлись. Слышишь меня? Отрубился? Да. Так, отрегулись. Что с фазой? Откуда? Отключил. Срочно скорую вызывай. Он жив? Да жив, жив. И пока ждем. Постарайтесь вспомнить, в какой момент под столом появилась вода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это мы уже границу прошли или нет? Тихо, сына. Проходим. И правда, никого нет. Артур у нас прошаренный. Так он уж сколько раз ходил. Повадки погранцов хорошо знает. Они как раз ночью шмонают всех. А если в наглую брешь среди беда дня, даже не чукнутся. Заткнитесь там. Погранцы! Заглушить мотор! Вылазили черти. Все поднять руки и предоставать полный. Утенок смотра. Заглушить мотор! Заглушить мотор! Вы больные, они же будут стрелять. Уйди! Демензий на остановитель. Последнее предупреждение. Дальше открываем огонь! Заглушить мотор! Стас, глуши мотор! Артур, это моя лодка! Твоя! Жми, Стас! Стреляй, а то уйду! Артур, в движок попали! Далеко не уйдем! Сыграны! Погранцы вокруг Толяна могут гружаться, а за нами гнаться некому. Уйдем! Стреляй! Стреляй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, хоть одного взяли. Сейчас ориентировку передадим в погранслужбу. Разворачивайся. И ты тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего там? Кранты. Все, приехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что у вас там? Мотор, кранты. И течь. Да ерундовая. Может, мы вас на буксир дотянем? Не, не дотянете. Выгруженные, мы тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, Вова, идите к берегу и ныкайте груз. А потом за нами вернетесь. Принесите старый мотор и... И залататься чем-нибудь. Так отнесет же нас. Ну, ничего. Телефоны есть, найдемся. Ну, добро. А что, если не вернутся? А вот ты это и проверишь, Стасик. С ним пойдешь. А с нами Вовкин сын останется. А? А? Как тебя звать-то? Слава. Ну, давай, Слава. К коммунизму. Вылезай. Аккуратно принимай. Сейчас. Держитесь там. Слыхал, Кость? Держись тут. Если бы у нас была частная клиника, я бы вашему отряду продала обонимение. Ага. Боюсь, мне не светит вернуться в тот отряд. Ну, не все так страшно. Валя, я врач. Я кое-что понимаю в компрессионных переломах позвоночника. Еще повезло, что при таком ударе тока сердце выдержало. Только позвонки полетели. Здрасте, здрасте. О, больной, смотрите-ка. Здорово. А вот и паломники с утра пораньше. Ну, как вы себя чувствуете, Иннокентий? Ну, вот ты еще раз меня так назовешь. Тебя, доктор, сделаю пациентом. Пока я не уснул, просьба есть. Да, Иннокентий. Простите. Что для вас? Меня надо заменить. Вот им нужен очень хороший врач. Ты, Лень, хороший. Ты нужнее там. У меня же нет такой подготовки. И я Валентине обещал. Леонид, какой ты подготовки говоришь после Красного Креста? Я здесь надолго. Уж когда, если я восстановлюсь, то тогда... Лень, соглашайся. Хорошо. Я готов. Я готов. Берег тут не очень. Я через два километра одну бухту знаю. Можно туда. Какие два километра? Ты что, псих? Думаешь, эти псих в береговую не стукали? Вылезаем пока пусто. Блин, в медь! Отдайте, вылезай! Вер, ну, поломались. Как бы ничего бывает. Ну, ничего страшного. За нами уже вторая лодка идет. Я тебя жду, Кость. Котеню оставлю пока у бабушки. Если сегодня опечатывать придут, ей лучше не видеть. Вер, не волнуйся, я успею с деньгами. Да бог с ним, главное, сам приезжай. Осторожней там, ладно? С Артуром этим. Я ему не верю. А, слушай, тут связь пропадает. Мы далеко от берега, я тебя позже наберу. Ладно. Хорошо, пока. Что, с деньгами хочешь успеть? А кто пищал? Глуши мотор, сдаемся. Лучше без денег, чем с пулей. Если бы я знал, что вы дорогую алкашку возите, я бы не пошел с вами и лодку бы не дал. А он не знал. Он не знал, он думал, что мы через кордон чай возим. Ты, Костян, как был дятлом, так дятлом и остался. Слушай, фигня это все. У него не останавливается. Надо НЧС вызывать. Надо лодку сперва с камней снять. Пусть они снимут. Заодно и ментам позвонят. Ага. Давай, иди помогай сюда. Давай, 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 давай. Слушай, до фигня это все. Надо ее разгрузить, она легче будет. Куда? Ящики весят дофига. Будем разгружать, перебьемся. Надо попробовать задним ходом стоять. Ты видишь, мотор на камнях лежит? Тогда давай толкать. Да, я садила прямо напротив Нефедова и... Я не могу вспомнить, чтобы кто-то рядом с ним наклонялся под стол. Да не обязательно рядом с ним. Вообще, кто-нибудь из сидевших за столом нагибался? Ну, может, там вилку уронил или нет? Не помните? Я постоянно прокручиваю про себя этот эпизод и... Мне ничего такого не заметила. И вот так все. Куча народу, никто ничего не видел. Все же на экран смотрели. Ну, так вы же сами ничего не заметили. Хотя специально пришли на поминки, чтобы за всем подозреваемым понаблюдать. Ладно. У Семечкина с Нефёдовым какие отношения? У Семечкина? Да хорошие. Дружеские, можно сказать. Нефёдов его даже защищал. А, вы про Семечкина спрашиваете, потому что отпечатки его на том проводе. Так это он телевизор подключал. Я в курсе. Да? А на бутылке, из которой вода пролилась под стол, на ней отпечатки нашли? Вы свидетели, Юлия Владимировна, хоть ничего и не видели. А свидетели вопросов не задают. Понятно, значит, не нашли. Но, в общем, это и правильно. Он же провод руками не трогал, просто ножом его проткнул. С бутылки он выходит, отпечатки стер. Кто? Ну, хотела бы я знать, кто. Но вы же знаете. Но почему-то не желаете мне сказать прямо. Вы же знаете, с кем у Нефёдова вчера произошел конфликт. Вчера? Вчера. Да я не знаю, честно. Честно, честно? Да. А я думаю, с тем человеком, от которого Нефёдов защищал Семечкина. И у которого был зуб на Дронова. С Игорем Касацким. Зачем вы его покрываете? Я никого не покрываю. Я просто считаю, что мотива недостаточно. И нужны доказательства. А они есть. Вот так. Ну, давай! Стас, ну ё-моё! Да не ёкай! Тащи меня! Она на двух камнях застряла. Она мне ноги призовела! Держись! Оттаскивай! Оттаскивай! Это хорош! Сейчас! Всё, я звоню вы сейчас. Сколько времени прошло после крушения? 15 минут. Понятно. Вы кровь пытались остановить? Да. Спасибо за информацию. Заявка принята к вам. Выезжаю. КОНЕЦ Прошу любить и жаловать Леонид Кистрин, замечательный человек и отличный доктор. Добро пожаловать в команду. Сейчас Прохоров придет, тебе все расскажет. Ага, хорошо. Чай? Быстро ты замену Нефедову подобрал. Если надо будет, нас так же быстро заменишь? Ну, вообще-то меня сам Иннокентий подобрал. Меня тоже не проблема поменять, да, Игорь? А вы его видели, Нефедова? Да, да, конечно. Он поправится? Конечно, конечно. При грамотном лечении у него компрессионный перелом позвоночника сложный. Это месяцы реабилитации, но он обязательно поправится. Саша, отпустишь нас? Мы бы его навестили. Нельзя это после дежурства сделать. А вот Юля идет. Наверное, тоже из больницы? Нет, ребят, не совсем. А откуда? Езжай, конечно, Соня. Ну, если пожар или наводнение. Саша, там это, кораблекрушение. Один под лодкой застрял, другой с разбитой головой. Надо катер спускать. Так давайте лучше мы. Ваш отряд вчера выходил. И доктору, наверное, освоиться надо как-то, да? Ладно, езжайте. Саша, может, тебя на минуту? Попросим соседей седьмого пивца нас добрать. Прохор Штыночкин, за мной! Не подменишь меня на полчасика. Это не вопрос. А что случилось? Засиделся, пройти хочу. Смоленая, что ли? Ну, да. Ну, нет, перерыв. Я вот ей пирожки нажарил. Хочешь? Взятки пирожками? Ладно. Давай, беги. Иди гуляй. Помолодел, старик. Заткнуть бы чем? Потонем, пока заплатку дождемся. Не успеем. Они скоро вернутся. Че ты решил? А Вовка, сынка своего не оставит. И долго они нас искать будут? Связи-то нет. Надо что-то делать. А у меня там винтики вроде завалялись. Это что? Руки убери. Артур, ты в своем уме? Закрой и несуй свой нос. Я закрою. Я сейчас закрою. Я в мой взгляд! Я на это не подписался! Слав, движи его! Давай! За торговлю оружием дадут по полной. У меня дочь. Я не готов до конца жизни сидеть в тюрьме. Еще что-нибудь выплешь? Вот наступит конец твоей жизни. Вот такие дела, Марьяночка. И психология тут ни при чем. Да уж тут криминологией пахнет. Мне ребят жалко. Помочь им я не в состоянии. Молодь, вот тут правда зря. Но вам достаточно просто рядом быть, видимо, уже легче. Правда. Простите, пожалуйста. Это вы на? Да, пожалуйста. Помогите мне. Я за шариком Катей на день рождения. Понятно. А это не твой дом? Нет, здесь Коровин живет. Он очень злой. Но его сейчас нет. Он по утрам на рынок уходит и со всеми ругается. Так вот он сейчас придет, нас впустит, и мы тебя снимем. Вы не успеете. Он убьет меня сразу. А ты сам-то как туда пролез? А вон там доски раздвигаются. Стой. Нет, ну это вообще никак. Даже вы, Марьяно, не пролезете. Я с вашими пирожками скоро ни в одно платье не пролезу. Так. Высоковат, конечно, но можно попробовать. Что? Что можно попробовать? Вы с ума что-то сошли. Перейдите, Марьяна, не совсем уж я старая развалина. Вот вы тут и развалитесь. Я вас не пущу. Давайте, зовите своих ребят, пусть они там, я не знаю, лезут куда-то. Ну, по-хорошему надо хозяина ждать или участкового вызывать. Не могу же я просить ребят лазить втихаря по чужим садам. Ладно. Подождите меня здесь. Подожду. А вы куда? Пять минут. Сынок, ты сиди спокойно там, я скоро приду. И ты пузырь сиди, охраняем арену. А ну-ка не бегать. Холодя! Продолжение следует... ПЕСНЯ ПОПОРОЙ ПЕСИТЬ НО, НО! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Тут яма ведь! Принято. Он уже выдыхается. Ну, ничего страшного. Главное, что все живы. Держу. Как там у тебя, Кость? Живой? Пока живой, крови много потерял. Ага, взял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да что ж она у вас такая тяжелая? Что у вас там внутри? Ну, да. Так, я еще раз давайте попробую, а вы держите. А вот и я. Не ждали? Я думала, вы с автолестницы приедете. Ну, откуда у нас-то? Мы ж не пожарные. И потом на машину с лестницей весь район сбежится смотреть. Это что, кровать? Ничего ты от вас не скроешь. Пузырь, пошел. Тащи пузырь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отлично. Включаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Задувается? Еще как! А как же вы ему даже не сказали, куда нести? Как он у вас без команды поднимает? Да не вам не делал. Он спасатель покруче нас всех, сам знаешь, что делать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давайте я слезу помогу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не надо! Руль держи! Так, камни у нас растолкать не получится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скорее всего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, значит, выход у нас один. Сейчас будем разгружать нашу лодку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Даже не думайте! Груз слишком хрупкий. Влаги боится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы не беспокойтесь, мы аккуратно будем вытаскивать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Даже не думайте! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что вы, долго еще? Мне его срочно в больницу надо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы что хотите? Под своим нежным грузом остаться тут навеки? Лучше останусь, я за него головой отвечаю Ну, а мы отвечаем головой за вас Давай, Витр, груз Не надо ничего трогать Да вы что? Витя, глянь-ка, что у них там в этой лодочке Ага Оно тут надулось, кажется Ну, тогда прыгай Ой-ой-ой Вылезай Страдалец Там какие-то звуки в доме Кажется, он вернулся Кто? Коровин? Ну, тогда беги скорее отсюда О, а шарик-то Ой Я его сдул Пойду попрошу надуть еще раз Ну, давай, Катя тебя, наверное, ждет уже Беги А если вас Коровин застукает? Не переживай, он Коровин Я Быков Мы с ним пободаемся Спасибо вам Давай Так, ну что, сдулся вроде Давайте вытаскивать Стоять, ворюги проклятые Пузырь молодец Подвинься Вы кто такой? Да, да, да Вот ты молодец Отлично А бегать не надо И идите домой Все Всего хорошего Здоровья вам Ну как, Катя, поехали Прошу Слушайте, тут виски, походу, очень дорогой И, разумеется, контрабанда Ну, как я и думала Так, 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 ну-ка, ну-ка Слышите меня? Как зовут? Слава Очень хорошо Сын мой Слава У Артура В ладке Вот тот? Так, а вот это уже плохо Кое-что у вас там? Блин, слушай, Ливия-то круто Вот про кого Машке надо репортаж сделать Ты уже сам для нее сюжет придумываешь? Да я шучу У тебя девушка-журналистка? Она не моя девушка Ну и зря Хорош Очень правильно, что ты к нам пришел Тебе бы в обычной больнице после Красного Креста было бы скучно А у нас тут очень весело Ухахатываемся, да? Добрый день Гражданин Касацкий, вы задержаны Прошу проехать с нами, вот постановление Причем? А, я понял Мой хороший друг Нефедов наябинятил, что у меня с ним ругань вечная Стоп, подождите Ругань это не повод Ругань, конечно, не повод А только мотив А вот рация, которую мы нашли на месте гибели вашего командира С вашими отпечатками Это уже повод Какая рация? При помощи которой вы заманили Дронова к месту взрыва Пройдемте Извините Бурет какой-то Он же все равно меня утопит Лишь бы деньгами не делиться Сейчас хлебалы не закроешь, точно утоплю А я бы не взял твои деньги Мне лучше бы дом, свою банку отдать Вот на таком зарабатывать Ой, не взял бы Кто бы тебе дал-то? Покупатель мой Нужно мне еще делиться со всякими дебилами? С какими дебилами? Ты себя дебилом считаешь? Нет Нет? Нет Ну тогда думай, чем воду вычерпать А то потонем до прихода наших Витя, давай с двух сторон лодку поднимать Волна пошла, ему сейчас ногу размолотит Я отсюда, гидравы не попробую Спокойно, сейчас Ни раз, ни два, ни три Ну держи, ведь достаю Давай, пошла, пошла, пошла Это какое-то проклятие на мне То отца мы его задержали Теперь вот Игоря Да Ну, отца же выпустили Может здесь тоже все наладится Я вот всегда считал, что спасатели Это такие люди, которые в принципе Не могут ничего плохого Тот, кто спасает других Он разве может убивать? У нас тоже в голове не укладывается Ну а врачи Они ведь тоже спасают людей Среди них тоже бывают убийцы Нет? Я не встречал И потом, врачи это не то же самое Они собой не рискуют А тут человек, готовый отдать свою жизнь В любой момент Свою отдать, а чужую забрать? Да что мы обсуждаем вообще? Нашего товарища обвиняют в убийстве Мы что, все поверили? А ты типа не веришь? Да, он не верит Никто не верит Разбираться надо Я разберусь Я разберусь Не, это все фуфло Надо нырять И отвертка ее Слава Это понимаешь, да? Он меня обманул И вас всех тоже обманет Артуру верить нельзя Он и сам никому не доверяет Иначе бы не оставил тебя тут заложен Он успел прости на Славу сказать А что именно сказал? Он сказал, что Слава находится на лодке у Артура Так, значит, где-то есть еще одна лодка со Славой Артуром Стас? А вот вы как считаете? Этот ваш Артур, он опасный человек? А ну тихо Слава Слава В лодке Ждут нас Ждут нас Заткни фонтан Пробойна Ты идиот! Они там погибнут Мотор Мотор Телефон Телефон Точка Точка Так, сейчас Давайте пальцы Есть? Ага Алло, добрый день, МЧС, майор Аверина У нас вот пострадавший признался Где находится лодка Лодка не на ходу Сейчас скину вам координаты с телефона пострадавшего Да, мы сейчас сдаем их врачам и поможем искать Приехали По концу Здравия желаю, майор Аверина Мужики, принимайте двойную скорую, а где? Через минуту будет А лодка с контрабандой где? Ну ее там оставили, на буксере стащиться Сейчас вам координаты скину Да я вообще внимания не обратил Мы много оборудования оттуда вынесли И все побросали в багажник Я думал, что я рацию тоже на автомате туда бросил А на самом деле потеряли, да? Я не знаю, как я мог ее потерять Она у меня здесь висела, как всегда Может, ее стащил кто-нибудь Кто? Грек? Это он во всем виноват Ну а с другими у вас тоже такие отношения? Тоже такие, тоже нормальные А с Нефёдовым? Капитану Нефёдову у меня никаких вопросов нет Он ко мне цеплялся, я ему отвечал Это тоже нормально Ну а насчет Софьи Кружко С ней у вас более теплые отношения, насколько мне известно И что? И ее ведь не было рядом с вами, когда погиб майор Дронов Здесь дым повсюду, нечем дышать Никто не приходит Да, это тот голос, который мы слышали в рации в тот день И он, по-вашему, не похож на голос Кружко? Совершенно не похож Вы считаете, что похож? Может, тогда Кружко всех убило? Захваченные преступники дали показания о том, что глава рейхбанды, рецидивист Артур Изюмов скрылся на третьей лодке с контрабандным товаром Судя по всему, эта лодка получила повреждения и до сих пор находится в море Алло, здравствуйте, я Мне нужно сделать сообщение по поводу этих контрабандистов Которых ищут, я их по телевизору видела Понимаете, с этим Артуром Изюмовым, я его знаю С ним в море пошел мой муж Константин Чуднов Да Пожалуйста, вы его спасите, ладно? Он ни в чем не виноват Он не знал, что там контрабанда Так, значит, этот квадрат мы прочесали, значит, надо сюда А тут-то пограничники прочесывают, можем здесь посмотреть Забираем вправо на два часа Ты думаешь? Не знаю Слушайте, а там уже что-то черное виднеется Семенский, вот у тебя зрение, как у орла Там правда какой-то чемодан плавает Да? Давайте к нему подойдем Надо же Думаете, это у них попало? Ну, судя по тому, что обычно в таких кейсах перевозят А что в таких кейсах перевозят? В основном оружие, семяшки Оружие? Так, если они были здесь А вот это течение самое сильное То снятьло их, по идее, в ту сторону Получается, где-то по пути выронили? Да, но кейс-то легче Значит, его сносило другим течением по поверхности Получается, оно надо в другую сторону Послушай, надо звонить по гранцам Потому что неизвестно, что происходит на этой воде Ну, вообще, да Такие чемоданчики просто так в воду не убрасывают Привет Привет А где все? Кто где? Ты че такая? Что-то случилось опять? Тебе до этого мало было? Ясно, извини Если ты Фомина ищешь, он на пирс пошел Да почему обязательно Фомина-то? Мне бы хоть кого-нибудь Ну, можно и Фомина Она опять выпала, что ли? Вы же понимаете, что никто с нами не придет Сто раз нашли, если бы искали Или они где-то сами потерялись, дятлы Может, их повязали? Типун тебе Слышь, я, между прочим, еще не решил, что с тобой делать Потонем скоро Если не потонем У нас найдут пограничники Все равно всех посадят Слава, раздержи меня Ты же понимаешь, ты в плену, как и я Только он один, а нас двое Все, Костяк Решил, а что с тобой делать? Мочи его Я зачем? А за тем, что эти пушки нам заказали Серьезные ребята И они требуют, чтобы ненадежных людей мы убирали Это закон А теперь ты мне докажи, что ты надежный человек Не зря мы тебя с собой взяли Бери Лучше ты меня убей Зачем пацана кровью мазать? Могу и обоих С пистолета стреляли Оттуда! Подай-ка Точно, там лодка Есть полный ход Поград стол Не дождемся У нас оружия нет Так еще бы полдня Просто так мотали, чтобы там трупы выловить Правильно, Юрь Полный ход Иди мне будешь И нам сказали, что ты не специально промахнулся Ладно, гаденыш, я сам Артур, оставь пацана От ней, сука Даже так А ты уверен, что это правильный выбор? Нет, вообще все неправильно Вообще все неправильно А ты сможешь? Ты сможешь? Ну давай, ты же сможешь Давай! 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 А я могу Слава Бергич Слава Бергич Куда? Так, как же черт Рид Я тут не нужен Витя, давай вот сюда Сюда, давай Так, стоп, стоп, аккуратно Ага Такая рука прострелила Аккуратно Да просто офигеть Касацкий, серьезно Скажи сенсации Дима, хватит уже, а Опять ведь прощения будешь просить Ну, это точно Ну, прости, я Я просто переживаю Да ладно Я уверена, что его отпустят Он же не виноват Больше всех Варвару жалко Жену Дронова Слушай, а почему она никогда К нам на базу не приходила? Вон, Зоя все время приходит к нам К Саиду И всех нас знает Откуда я знаю? Не ко всем жены обязаны На базу приходить И дочери И пожалуйста Могу вообще не приходить Хочешь? Нет, не хочу Да, задержали троих Один ранен Обнестрел В больницу его сами отвезете? Отвезем А остальных к вам везти? Нет, нам одного Изюмова Артура А второго отпускаете Он свидетелем пойдет Пусть он жене скажет спасибо Прибежала в полицию Такой шум подняла Повезло тебе с женой, Костя А ей со мной не очень Поняли вас Скоро будем Ну почему? Ну почему? Ну почему? Ну можно же пламеня с собой взять Ну да, тебя брать с собой Под пули Ну да, конечно Давай отнесу Спасибо Ну дайте мне хотя бы интервью Вы же целую банду поймали Это такое сюжетище Пожалуйста Так возьми его на Семечкина Он тоже там ловил, норял Все сделан сам Не, какое со мной интервью Ты хорошего сюжета Герой должен быть обаятельный, красивый Ну вот как сейчас майор Что? Ну что, вы же о сыне давно мечтали А к вам после Машиного интервью Очередь выстроиться из будущих мам Семечкина Семечкина, я смотрю Ты в последнее время девушки стал Ну пожалуйста, ну малюсенькая Ну крохотулечка Ну интервьюшечку маленькую Пожалуйста Да тебе дам, конечно, Мария Я с ней такой гордый, как мне Герой Скажи мне, а сколько у тебя подписчиков? 32 тысячи А что? Мне надо к ним обратиться Здравствуйте Служба судебных приставов Вот постановление На арест вашего имущества Да Конечно, проходите, описывайте Спасибо Вот и все, Ира Теперь мы бездомные Вот таково тебя муж непутело Зато живой и свободный Как-нибудь проживем Там про вас по телевизору говорят Идите, гляньте Константин Чуднов Хотел заработать деньги Чтобы оплатить за должность Только в море он осознал Что речь идет о контрабанде Он поступил как герой Но кредит в банке остался неоплаченным Узнав об этой беде Сотрудники МЧС Обратились к людям за помощью Через популярный блок Марии Петровой Уважаемые подписчики Отряд МЧС-3247 Просит помощи в сборе денежных средств Для Константина Чуднова Парень пытался сохранить свой дом Для жены и дочери А когда понял, куда его втянули Вступил в схватку С очень опасным преступником И даже спас жизнь человеку Рискуя собой Хозяева Есть кто живой? Слушайте, ну что вы, зачем? Спасибо вам Ух ты А вас и там, и тут показывают Ну что я могу сказать, мужики Народ у нас неравнодушный Тебе за три часа Всю сумму для банка собрали Так как же, это же невозможно Да мы сами сначала не поверили А я верю, потому что люди вам верят Спасатели Никому так не верят, как вам Да перестань ты Спасибо Спасибо вам Я столько защищала его От всех И правильно делала Ведь ты прости, я наорала на тебя тогда Думала, ну Ну характер у него такой тяжелый Это ничего Думала, я помогу ему А как тут помочь, если Соня, ну Когда твоего папу задержали Улик против него было гораздо больше Слушай, ну ты же в них не поверила Да потому что я знала, что папа невинная Ну откуда ты могла знать Просто ты своего папу любишь Вот и не поверила Соня, если ты Ну по-настоящему любишь Игоря Ему нужно верить А ты веришь мне? Ну не я же его люблю Привет Привет Кино смотришь? Угу Детективы Ух ты Я думала, ты их не любишь Ну, с волками жить Ну что? Всех поймала, арестовала? Всех-всех Город опустел А, вот почему ты домой приехала А по дороге никого допросить не могла? Я не понимаю, это он Что тебе опять не нравится? Мне не нравятся твои вечные детективы Ты даже на вызов поехала и только к бандитам Хороший козел, как будто я их выбирала Может быть не выбирала Но убийство Дронова тебя точно никто не просил расследовать Вот я и не расследую Да? Угу А кто на поминках со следаком шептался? Кто его на Касацкого натравил? Перестань, Волошин эту рацию нашел без меня И отпечатки на ней тоже нашли без меня Ты сегодня где была? У Волошина? Молчишь? Значит так И вызов наш Ты специально перехватил Чтобы Касацкий остался на базе И дождался ментов Я ваш вызов перехватила Чтобы ты туда с ним не поехал И не выпал, например, из лодки Совершенно случайно У меня такой вопрос Если Касацкий такой хитрый убийца Зачем он оставил на месте преступления Рацию со своими отпечатками? Я не знаю Ты же мне сказал не лезть Я не лезу Не лезть, Юль Ты из органов ушла? Угу Вот и не лезь И к сотрудникам моим тоже не лезь Приятного аппетита Смотрю, может она и не там Надо рисковать всей командой Смотрю, может она и не там Я не знаю Чего? Я не знаю Я не знаю Чего? И не знаю Что? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok